Основным продуктом сферы были эфирные масла и косметические масла. Но в последнее время мы расширяем наш сортимент, производим более сложные продукты. Сейчас у нас более ста из каю и большие планы по выпуску новой продукции. Стреем в Европе, в Европе, в Европе, в Европе, в Китае, в Китае, в России. Сейчас мы находимся в лаборатории, позже мы пойдем на наше производство, это довольно просторный комплекс. Также у нас есть плоские помещения, очень просторные, большие. В лаборатории мы исследуем поставляемое сырье, главный наш фирмен, хроматург. На нем мы проверяем состав фирменов, о чем его качество. Также у нас есть физические показатели, плотности, отпадатель к ингредиентам, и самое важное это ангеналистика, цвет, вкус и запах. На стенде мы сможем посмотреть почти весь наш ассортимент косметики, около 70 номинований эфирных масел. Эфирные масла это многокомпонентные, легко летучие, сильно пахнущие жидкости. В составе эфирного масла, для эфирного масла, может быть более 100 компонентов. Это и организм, и спирты, и альдегиды, эфиры сложные. Все нужно унастровывать, пробовать на аромат. Эфирные масла не наносят в чистом виде на кожу, их обязательно нужно предварительно смешать или с косметическим базовым маслом, или с готовой косметикой. Можно использовать для ароматерапии. Здесь представлены косметические масла, их еще называют базовыми, жирными. Несмотря на то, что эфирное масло, косметическое, все вроде бы масло, но они очень отличаются по составу. Как раз косметические масла можно и нужно наносить в чистом виде на кожу. Это смеси триглицеридов, жирных, кислообразных, также там витамины содержатся. И мы добавляем еще витамино-антиоксидантный комплекс, это витамин С, инстрах, розмарин. И то, и другое, кстати, используется активно в пищевой промышленности, то есть практически наше масло можно есть. Что еще интересного? Афиг можно? Можно пить. Хорошая серия интересная у нас. Профессиональная трихоматическая, против выпадения волос для ростоволос. Также там есть продукты для роста парады, ресниц, пробей. Наши ресницы, ароматы. Да и для всего, особенно для всего. Да, для ресничек, смотрите, какая это. Согласен, что после ковида у нас вообще не все проблемы со всеми. Сынцы с волосами. Очень симпатичная пополчика. Решарик металлический, очень приятно сеть, пробежишь два раза, и все. А это для чего? Для роста бровей. 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 Кто-то их высчитывает, кто-то их простит. Те, кто раньше на высчитывал. Пользоваться для бровей. Составы отличаются, конечно, но фельд будет. В сыворотках бровей. Там есть еще компоненты, которые помогают бороться с сперкоти. С парень. Проявления, что бывает на бровях. Не так часто. Случается. Можно попробовать. С сперкоти на бровях. Да, с сперкоти на бровях. Это не разница. Бывает. У мужчин часто проблемы. Такая сыворотка. Вполне не дрожат ручки. Это сыворотка ничего. Это сыворотка для роста волос. На основе пептида, который стимулирует рост. Также есть там компоненты, которые борются с салатрецией. Сивопей. Салатный комплекс также. Можно его попробовать. Там нет ароматизаторов и красителей. Немного. И приятный аромат экстракта. Сыворотка. Это очень много. Банночек. Да, это образцы селья. Практически не пахнут. Вот знаешь, что мне понравилось? Например, не козетская солья. Она не пахнет вообще. Здесь образцы. Здесь образцы. Я не могу не пахнуть. Поверяем. Вот все. Я не пахнула. Что-то качественное. Он связался. А это образцы. Это как-то. Я хочу. 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 Это какой-то аппарат. Какой-то аппарат. Какой-то аппарат. Да. Что мы имеем в виду. Мы имеем в виду. Немножко на диаграмму. Как диаграмму. Слово. Несечком. По этим хикам мы можем определить содержание компонентов. Есть ли они там или нет. В каком проценте. Соответственно, сделать выбор. В качестве. Да. Замечательно. Что еще я вам не рассказала. Такую быть эфирных масел. Наша напитка. Это смеси эфирных масел, которые подобраны для определенного воздействия на организм. Для сушения муссета. И сушения энергии промысла. Кроме того, они еще подобраны с точки зрения профилактики. В состав входят косметические масла, натуральный эмальент для легкой сенсорики сывороток, витамины, эфирные масла и главный компонент сквалан. Сывороток из сахарного крестника. Компонент для любого типа кожи. Кожа сухая и обезвоженная. Требуется сухая и защита. Препидный слой восстанавливает его. Продотвращает трансподермальную потерю глаза. Жизнь кожи помогает регулировать выработку севума. В возрастной коже количество сквалан, которое в молодости обычно составляет 13% в севуме, количество снижается, а сквалан восстанавливает количество, восполняет. В ходе возрастной кожи. Для чувствительной кожи он снимает реакционность кожи. То есть, такой очень уникальный, универсальный компонент. Я предлагаю попробовать наши сахарки на ручках, где хотите. На столах они выставлены. Продотвращаемся. Для бровей для ручки это другая линейка. Здесь у нас, например, для ногтей кутикула. Очень приятный цитрусовый роман. Очень легкая. Можно капнуть? Конечно. Спасибо. Это не страшненький. Это не снял. Приятный. Сейчас надо как раз этим заниматься. Все, уже почувствовали? Мгновенный. Но вообще приятный. Запах какой. С апельсином, да, что-то? Да, там есть такая сапель. Специально одета, чтобы снимать. А для сухой кожи что? Какой здесь для сухой кожи? Давайте мы видим. Что дает сушь для ручки? Уважняет. Вокруг глаз. Сушь для обезвожжения. Авокадо. Открою, пожалуйста. Это что для лауны? Какой он вокруг глаз? Я тоже открыла. Вокруг глаз тоже очень. Можно использовать несостоятельный уход или совместно с кремом. Но есть еще вариант использовать для обогащения. Добавляем чуть-чуть. Да, можно добавлять крем. Например, если хотите состав крема. Например, летом вы пользуетесь более легким кремом, таким, не жирным. Например, в холодное время они достаточно вложены. Можно добавить немного сыворотки и крем до конца из расхода. Прям приятная. Для класса ароматная. Мы сейчас это все обмажемся. Для класса очень ароматная сыворотка. Она очень приятная, очень нежная. Прям нужна. На самом деле, особенность сквалана, люди, которые пользуются скваланной косметикой, когда наносят на кожу, ощущают бархатную пленочку, очень аккуратную, очень приятно трогать эту кожу. Я вот сейчас мажу, вот руку намазываю, чувствуется вот эта пленочка шелковистая. Очень приятная шелковистая кожа. Еще нашей сывороткой можно спасти какой-нибудь неудачный крем. Например, если вы купили какой-нибудь дешевый крем для рук, который используется не очень эффективно. Мы можем использовать лосьон для тела. Сейчас они бывают такие какие-то совсем никакие. Они ухаживают практически. Мы можем... У нас в экскурсии недавно видели крем вот с таким вот, типа браком. Мы его использовали, когда он только появился. В прошлом работе. Там старая такая крупненькая упаковочка. И представьте, когда, например, кожа вот прямо сейчас требуется такой поход в лосьон. Можно в вашу обычную стандартную крем, лосьон добавить. Париж на ладошки смешать порцию крема. Париж на ладошки смешать порцию крема. С прежнего округлилется. Бесхой обезвоженный, очень хороший. Я выдавила полный тюрьм. Приличное количество. Палочки. Ложечкой, палочкой. Просто решили показать. Произвести впечатление. А вообще это можно добавить, как Татьяна сказала, даже на руке. Добавить немного крема. Капельку масла и сыдоров. Я вижу, что крем еще принимает масло и можно добавить. У каждого содержится эмульгатор, который позволяет воду с маслом смешать и получить крем. У каждого эмульгатора, конечно, своя способность. Добавить немного крема. Да. Ну, просто даже наглядно. Ты видишь, что если капелька добавилась, то хорошо. Нужно попробовать еще. Палочек, пожалуйста. Ну вот. Сейчас начнем. Ну, лучше аккуратно. Теперь будет полезен нашей коже. Можно его сравнить даже. С тем, что было до, что у нас осталось. С тем, что у нас есть часы. А как? Размазывай. 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 Как нам. Приятненько. Муха отмахивает теперь, да? Отгони. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Ну, что это самое еще? Не надо. Мы еще всем угрожим помаду. А можно и давайте? А, вкусно и пахнет. Я люблю пахнет. Я люблю пахнет. Да, с балановой. Приятного. Вот там раздает, какого с балансом. Я люблю, когда сразу увлажняют. Тут такая кожа сухая. Заعت-ка, с зафирным маслом, поэтому она имеет аромат. И он доделся к ней? Да. Да. Да? Угу. Продолжение следует... 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 Да, суховато. А я какой добавляла? Абрикосинку. А у тебя, знаешь, просто у тебя тает лучше. У меня это крупная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На этом этапе происходит формирувка упаковочки, т.е. она автоматом вкладывается, в нее вкладывается инструкция, которая предварительно фальцовка ее происходит, вкладывается инструкция, вкладывается флафон и вот выходит уже полностью готовый продукт, с которым работает формирувка. Шанфутовка Шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу. Ух, аромат, какой аромат. Сосметического масла, которое как раз разливается в бакончике 30 мл. На производстве не держится никакой упаковки, например, больше, чем на одну смену. Итак, стандарт фармацевтического производства, которое мы предъявляемся, в начале смены заводится упаковкой, вперед только на одну смену, и потом выводится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...